Здравствуйте, друзья! Мы уже два месяца продолжаем путешествие на моей коняшке Лаки по Грузии. И за два месяца мы уже привыкли друг к другу, нам стало легче и проще. Добрались мы до села Адыгене. Точнее сказать, здесь я был в прошлой серии и здесь я познакомился с одним путешественником-велосипедистом, который едет из Испании в Иран и вот прямо на этой площади. После этого мы поднялись наверх в горы, пошли к замку, это где-то 5 километров горы, пошли к замку, пошли на водопад, спустились, сделали монтаж, зарядились и теперь мы опять готовы продолжить путешествие. И застрял я здесь получается на Адыгене на несколько дней. Вот действительно не знаешь где застрянешь, а где пойдешь вперед быстро. Путешествие непредсказуемое. Пошли дальше. Короче, расположился я здесь. Несколько дней прожил прямо на берегу реки в палатке. Но меня спас один человек Каба. Он увидел, что я просто сплю один день, не могу встать, не могу ничего делать. Он переставлял лошадь. Лошадь была на том берегу. И он переставлял лошадь, а потом говорит, ты поедешь ко мне. Спасая у меня перед фактом, я поехал к нему. В результате я там хорошо отдохнул. Я выспался. Это была первая мягкая постель за два месяца моего путешествия. И уже за два с половиной. И это было очень приятно. А Каба печет хлеб. И еще угощал меня хлебом. И не только хлебом. Короче, было классно. Я пришел в себя и теперь готов ехать дальше. Ну а я должен все-таки поблагодарить и сказать, что я поехал. А чем ты занимаешься здесь? Я пока пеку хлеб. Кормлю народ чистым, натуральным хлебом. И занимаюсь еще таким. Хочу привлечь туристов. Приезжают, отдыхают. Обеспечим. Шашлыки будем жарить. Хачапури. Хаурма. Аджапсандаль. Все, все, что захочет по вашей. Захотите по вашей. Главное, что вы приехали. Оценили наш район. У нас курортный воздух. Есть курорт Абастуман еще. Тут природа дыкая, хорошая, красивая. Можно организовать походы за грибами. Есть много что в лесу. Есть чернига, есть все. Есть еще зимой горнолижний. Спортом можно заниматься. Есть у нас хостели, гостиницы, дом. Дома сдаем. Короче, оставаться никуда не едь. Да. Лучше оставаться и здесь жить даже. Лет на пять. Чтобы все успеть посмотреть. Отдохнуть хорошо. И все будет хорошо. И вам, и нам. Здесь туристов почти не бывает. Почти не бывает. Только проезжие на велосипетах, на этих. А так, милости просим, приезжайте. Мы обеспечим вещи, разряд. На мой взгляд, Адыгене имеет большой курортный потенциал. И он не стал еще одной курортной точкой до сих пор. Только потому, что здесь не было хорошей дороги из Ахалцихи в Батуми через перевал. Сейчас дорогу активно строят. И все должно измениться. А в Адыгене много разных достопримечательностей. Чистый горный воздух. Есть даже где-то минеральная вода. Короче, все тут классно. А я послушал совет куба и отправляюсь налегке, без вещей, посмотреть на озеро Триала, которое находится в горах. И там нет еще пока туристов. Никак не получается нам из Адыгене уйти. Встали здесь уже сколько дней. Короче, здесь приятно и хорошо. Воздух здесь, кстати, ничем не уступает об Астумане. Ну, может быть, процента на два. Но наверх, говорят, когда мы поднимемся на озеро, там воздух еще лучше, чем в Абастумане. Короче, мы идем наверх. По асфальту Лаки буксует. Надеюсь, скоро закончится этот асфальт. Красота. Настоящая природа. Мы уже почти дошли. Мы уже, честно говоря, не первый раз в лесу. И нам это дело нравится гораздо больше и приятней. И гораздо это все лучше, чем бетонированные курорты. Давай, Лаки. И еще чуть-чуть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и конечно теперь трава Жалко что камера не может передать наклон какой здесь Какие камни А здесь-то мы поднимались слайки Короче это круто Это вот так где-то было На поводке Спускаемся на поводке Ну красота какая А у нас все давайте приезжайте еще раз Много раз, много раз, почаще Можно и на зиму из лета И все, мы будем встречать вас Мы всегда рады гостей Короче здесь классно Здесь классно и хорошо, но мы едем дальше Поехали Не успел уехать из Адыгени, а уже вижу кафе Куда можно заходить со своими животными Куда можно заходить со своими животными С крупным рогатым скотом То есть со своей коняшкой Ваки Пошли кушать Ваки Как же мне повезло Кафе, куда можно зайти вместе с лошадью И заказать солянку Прекрасным видом Мясо Обалдеть Вкусно А еще кофе Друзья мои Большое спасибо За кофе Если еще скидываемся на кофе Может быть уже никто не скидывается Ну короче Все равно большое спасибо Даже за то, что уже скинули Кофе это хорошо Кофе это приятно А еще рядом лошадь Лошадь пасется рядом Это супер На Ваки Тебе тоже На тебе тоже хреб Только иди отсюда со стола Иной раз я ей поражаюсь Откуда у нее такой аппетит Солянка была бесподобная Теперь есть силы Идем дальше Мы попали с Лаки На стройку Стройку где строят дорогу Здесь Заканчивается асфальт Начинается гравийка И работают Китайцы Китайцам, я думаю, можно доверять Скоро появится дорога Короче, работа тут кипит Китайцы работают Там виднеется монастырь Дзарзма Там живет 10 монахов И мы не стали туда заходить Там идет ремонт Ну точнее он идет там Всегда этот ремонт И всегда идут стройки Ну и монастырь Это 9 или 8 века Короче, это старый монастырь Опять асфальт Хорошо для велосипедистов Но плохо для лошадистов Подковы надо ей менять Вот что Стерлись уже Вот еще один участок дороги Где делается Вот здесь Они очень узкие Для одной машины Только И если грузовик и мы С лаки Не помещаемся Да, лаки? Активно Работают трактора Ну радует только то Что не так много машин Хотя сзади грузовики Все равно идет Ну опять Метров 100 Ремонт Короче, пока Все проходило Лаки, смотри Я тебе дам Чуть-чуть нудной информации Потерпи Терпи За моей спиной Пальма Дерево пальмы Которое зажато И закаменело В камнях Росла себе пальмочка На берегу моря Африканская плита Наехала на евразийскую плиту И получилось Что пальма оказалась На высоте 1400 1500 метров Можно сказать Горная пальма Горная пальма Листьев нету Бананов нету Мы это сделали Мы поднялись На перевал Гордези А это значит Что для нас Отсюда начинается Отжария И мы будем спускаться К Черному морю Но сначала Там есть прикольный автобус И там готовят еду Наверное Пошли покушать Друзья Мы шли из Адыгени 26 километров Прошли из Адыгени Для этого нам понадобилась Еще одна ночевка Мы дошли сюда И нашли кафе Крутой автобус И еще здесь Можно с лошадью Находиться Круто И здесь делают Шаверн Все реки Которые Текут с этой стороны Хребта Они попадают В Каспийское море А все реки Которые текут С той стороны Хребта Они попадают В Черное море Там озеро Там мировой океан Мы идем К мировому океану Актибаб очень вкусный И он огромный Огромный Очень вкусный Стоит 15 баллов Замечательный вкусный автобус Нам подсказывает Направление нашего движения Озером Цеви 6 километров отсюда По бетонной дороге Здесь, кстати, закончился асфальт В Адыгене Да, Адыгене есть асфальт В сторону Батуми Асфальта нет Но нам Цеви Есть бетонная дорога День рождения День рождения Шури Лайкене День рождения добрались мы до зеленого озера пришли вчера вечером было очень-очень много людей короче люди сюда приезжают это я так понимаю что из батуми в основном приезжают до семьями сидят жарят шашлыки слушают музыку короче все довольны и счастливы давай ты тоже была счастливая вот а зеленое озеро это необычное озеро говорят что там ничего не живет внутри то есть он озеро без живых организмов нету рыбы нету никаких моллюсков нету ничего но вода питьевая и можно купаться и одни говорят что можно купаться другие говорят что нельзя купаться так вот я хочу искупаться пойдем искупаем но пойду без лайки ну почему я иду купаться без лаки во первых это высота 2050 метров и ночью было достаточно холодно около пяти градусов тепла то есть я боюсь что лаки сможет заболеть во вторых озеро достаточно глубокое но глубиной до 18 метров и я не очень уверен что она умеет плавать поэтому придется все испробовать на себе вода где-то градусов пятнадцать восемнадцать вода чистая прозрачная супер а 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 вообще озеро такое феноменальное сейчас вообще нету людей это редкость здесь и поэтому нужно пользоваться купаться можно людей пока нет но они скоро все приедут будут отдыхать и будет большое количество здесь отдыхающих а вообще озеро очень феноменальные во первых зеленого цвета никто не знает почему говорят вулканического происхождения второе нету здесь рыбы то есть есть какие-то моллюски но рыбы нету почему тоже опять никто не знает но вода питьевая и пресная и в третьих это озеро не замерзает зимой то есть везде снег лед а это озеро остается не замерзшим никто не знает почему ну ладно искупались миссию сделали едем дальше пошли кваки но дно это очень скользко выходить нужно аккуратно ну и и и и и и пока лаки воду пьет я расскажу значит на всей дороге из гордези до озера цеви или наоборот это около шести километров попила будут это около 6 километров короче есть очень много домиков и они очень прикольные деревянные какие-то там переделываются в кирпич какие-то блоки но фишка в том что в них живут люди живут круглый год потому что вижу скотину какие-то просто сдаются а какие-то вообще необитаемые и еще есть фишка на втором этаже часто на втором этаже в этих зданий стоит на балконе раковина раковина для того чтобы мыть посуду или умываться супер я иду пешком и начали спускаться с этой стороны идут ремонтные работы точнее строительные строят строят дорогу но что происходит с лаки лаки задрала голову вверх и смотрит ей интересно реально интересно я вижу она смотрит на канатную дорогу она смотрит на вагончики которые есть интересно здесь же еще есть горнолыжный курорт где зимой говорят гостиницы забиты полностью на протяжении всего спуска с перевала гордези дорогу строят это уже наверное километров 20 мы идем и ее строят и много пыли машины едет много реально очень много пыли и лошадка моя переживает ей это очень не нравится лаки короче не в восторге от этой дороги будем надеяться что скоро сделают ее и будет все хорошо потому что работы реально идут активные ну ничего скоро закончится говорят этот грунтовая начнется асфальт хотя неизвестно что нам лучше начнется в одно время а это на в лучшее а Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!